Донора 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 убежал из подвала, я заглянула, прошла в подвал, заглянула, увидела вот эту собачку, она лежала, не двигалась. Ну а потом, когда мы уже с соседкой второй раз выходили из подвала, увидели мужчина, подъехал к подъезду, вышел, пошел в нашу сторону, увидев нас, он, конечно, удивился, сказал, что у него там работник работает, мужчина испугался, а увидел, что я его фиксирую на телефончик, вообще повел себя агрессивно, попросила соседку вызвать поличу, после этого он уехал. Со слов жителей пострадавшей собаки было около 9 лет. Она давно жила в подвале второго подъезда, агрессивна не была, никого не кусала, и с жалостью они регулярно ее подкармливали. На момент прибытия сотрудников полиции и волонтеров приюта для бездомных животных «Хатика» собака дышала и билась в конвульсиях. Данная собачка лежала, в каком состоянии она была, мы попытались ее поднять, у нас не получилось, потому что ей было больно. В итоге, ну, мы общими силами подняли ее, и, ну, ее состояние было, ну, как бы, я не знаю, не могу, я начинаю волноваться. Мы ее вынесли. Она еще в тот момент дышала, дергалась, что происходило? Ну, у нее были судороги, ее трясло, она, получается, выгнулась, она даже не выпрямляла голову, не опускала, не наклоняла. Максим, ну, помощник, держала, и вот мы всю дорогу, пока ехали до ветеринарки, она вот была в одном положении, как бы тяжело дышала, у нее были огромные зрачки, она смотрела в одну точку, и все, вот мы ее повезли в ветеринарку. Мы смотрели ветврачи, то есть все-таки шансов-то, как сказали, что вообще не будет, что даже сутки не проживет. Ну, нет, вроде сутки прошли, как привезли в приют. Конечно, вот состояние было ужасное у животного. Двое суток он прожил, и сегодня в ночь он умер под утро. То есть опять начались судороги, припадки у него. Конкретных свидетелей, фото и видео подтверждения того, что наносило ли неизвестные удары животному – нет. Очевидцы и спасатели-добровольцы дали показания правоохранительным органам, высказали свои предположения. По данному факту проводится доследственная проверка по статье 245, жестокое обращение с животными. Сотрудниками полиции установлены свидетели очевидцы данного происшествия. В данный момент проводится экспертиза. После экспертизы будет принято процессуальное решение. В случае установления признаков преступления, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности. По результатам экспертизы в ветслужбе было установлено, что собака умерла от отека легких. Ударов на теле животного не зафиксировано. Потому в возбуждении дело отказано. Вероятнее всего, в подвале и правда производились ремонтные работы. А собака просто испугалась громких звуков и завизжала. А предполагаемые подозреваемые подались в бега от давления женщин. В любом случае радует, что люди не остались равнодушны в данной ситуации и проявили бдительность. Жестокости очень много у людей встает. Очень много. Вот писали в интернете опять, что где-то там кто-то издевается, соседи слышат, как там, допустим, кричит собака или еще что-то. Так вызовите наряд полиции, вызовите. Вы, соседи, вы можете это все сделать. Вас же много, у вас целый подъезд. Нет, тишина. То есть все хотят сделать руками нашими, чужими руками. То есть информацию донесли и все. Объясняем, я на каком основании могу поехать туда. Со слов ваших, то есть получается, что это клевета. Ну всяко может быть. Вы должны, мы поддержим вас. Вы должны это сделать в первую очередь не мы. Мы вас поддержим. То есть мы заберем животное, зимим. Вместе с сотрудниками полиции. Ну сделайте хотя бы какое-то, ну не знаю, первое движение к этому. Ну что хочу обратиться еще вот к жителям нашим города. Не оставайтесь безравнодушными. Давайте мир сделаем лучше. Все-таки когда-то должна же прийти эра милосердия к нам. На сегодня в приюте находится около 50 животных-инвалидов, рассказывает директор фонда защиты животных Светлана Бульбук. Некоторые собаки остались без конечностей после того, как их сбили машины. Есть те, кого выбросили с балкона и в мусоропровод многоэтажек. Теперь они с перебитыми позвоночниками. Есть и такие, которых привязали к транспортным средствам и таскали по асфальту. Фактов много. Человеческой жестокости предела нет. Накануне в Устилимский питомник привезли еще пять искалеченных животных из соседнего Братска. Они также пострадали от рук живодеров. Тамур, Титан и Вера прозвали. Потому что врач оперировала, Вера Николаевна, ее так и прозвали, честно говоря. У этой собаки пули были, то есть стреляли в нее. К нам привезли ее. Она где-то на передержках была, где-то в приюте была. То есть справляться вот эти не смогли справиться. К нам обратился в виду врач Братска. Вот мы приняли его, лечим теперь. Эта собака также была сбита, была на передержке в приюте. То есть вопрос стоял такой, что уже собака несколько дней, где-то с недели. В приюте она была, по-моему, два дня всего. Которые три дня. То есть шансов-то никаких не давали. Никто не хотел ни оперировать, ничего. И врачи почему-то откатывались. Ну не знаю, насколько это достоверно, но вот так, как сказали. А вот этого Титана тоже с Братска привезла женщина, которая нашла его. Вот прооперировали тоже. Операцию на ТАСС проводили. То есть в Братске не брались, а врачи. Не знаю, что там у них. Там не хватает специалистов, нет таких или что? Да нет, специалистов есть. Я не знаю, что, понимаете. Но факт то, что вот три инвалида находятся теперь у нас. Вот этого Амура, значит, нашел молодой человек Денис. Вот. Вот он его и привез к нам, сам Густилин. Звонят каждый... Ну, практически каждый вечер созваниваемся. Вот. То есть помогают в содержании, влечении их. Так же вот как и по Титану женщина привозила его с Братска. И так же вот эту девочку. То есть оплатила даже дорогу до Устилима, что привезли на такси вот эту вторую собаку. Вот. Вот эту веру нашу. То есть люди переживают. Неравнодушны, конечно, люди. Нужно дать им тоже должное. Если у здоровых активных щенков еще есть шанс обрести дом и верных друзей, то инвалиды навсегда останутся в приюте. Для одного – котенок, живущий во дворе его дома. Просто милое создание. Для другого – паразит общества, от которого необходимо избавиться. И таких случаев в Устилимске достаточно. Да, беспризорные животные – это уже неотъемлемая часть социума, которая может нести опасность. Однако всем нам стоит помнить, что лучшие наши качества – это доброта, милосердие и сострадание. Это все-таки и наша, и ваша вина. Это безответственное отношение к животным. Это безответственное, как-то равнодушие, наверное. Вот я не знаю, как это сказать. Вот знаете, уже 10 лет будет приюту, и животных меньше не остается. Животных больше. И попадают животные с такими вот травмами. То есть издевательство над животными, бездушие над животными. То есть проходят мимо. Не знаю я. Так что, пожалуйста, пересмотрите свои отношения. Это же такие же живые существа, как и мы с вами. 29 апреля в 8 вечера и до полуночи в Центральной городской библиотеке имени Клистова-Ангарского для жителей города старше 14 лет пройдет всероссийская акция в поддержку чтения «Библия-ночь». В этом году мероприятие пройдет в жанре славянского фэнтези. Это поджанр современного искусства, который был сформирован на рубеже 20-21 веков. Гостей познакомят с первоистоками, русскими народными сказками, поэмой «Руслан и Людмила». Также жанр славянского фэнтези представлен на выставке в произведениях Марии Семеновой, Андрея Белянина, Галины Романовой, Елизаветы Дворецкой, в которых авторы рассказывают о мире с отважными войнами, чудовищами и волшебством. Стоит отметить, что Мария Семенова, написавшая роман «Волкодав», награждена титулом создательницы славянского фэнтези. Основа сюжета «Библионочи» – «Противостояние добра и зла». Ее участникам предстоит перейти границу из реального мира в волшебную страну Белогория. Путников ждут персонажи из знакомых сказок со старыми и добрыми играми, представители мира славянских мифов и легенд, деревенские посиделки, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и росписи матрешки. Музыкальный канал виртуального концертного зала покажет фолк и металл, этническую и живую музыку – народные песни славян. Будет организована выставка-ярмарка, на которой будут представлены изделия декоративно-прикладного творчества из различных природных материалов – дерева, бересты, смолы. Это и расписные доски, и туеса, украшения для дам, мыло ручной работы, куклы и многое другое. По инициативе президента Российской Федерации учреждения культуры стали участниками программы «Пушкинская карта». И наша библиотека имеет возможность с 1 апреля продавать билеты онлайн. Помимо «Пушкинской карты» у нас открыта продажа билетов онлайн и через наш сайт. Также можно приобрести билеты непосредственно перед мероприятием. Стоимость – 250 рублей. Мы позаботились о том, чтобы наши гости с комфортом добрались до дома. И поэтому в 24 часа от библиотеки будет организован автобус, который проедет сначала по остановкам левого берега, потом проследует на правый берег. Организаторы акции надеются, что после посещения библионочи в Усть-Илимске увеличится круг любителей славянского фэнтези. А в эпоху интернета у горожан появится желание чаще посещать современную модельную библиотеку лично. Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город». Антон Емельянов- Алена Феоктистова, Антон Емельянов- Продолжение следует...